Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала «Дайли Еропа онлайн». У меня в гостях Константинович Боровой, известный общественный деятель, политик и предприниматель. Здравствуйте, Константинович. Здравствуйте, Михаил. Ну что, Константинович, есть несколько тем, которые я хотел с вами обсудить, и все эти темы очень серьёзные. Давайте начнём всё-таки с гибели мясника. Именно так называли президента Ирана. Как вы считаете, это несчастный случай или это запрограммированная случайность? Мне кажется, это несчастный случай, всё говорит об этом. И даже судя по косвенным признакам, плохая погода, нехватка запчастей, всё-таки сказываются санкции против ОРАНа. Я не думаю, что это какое-то существенное событие. Понимаете, как в авторитарных режимах вот эти переходные процессы в БЛИТах, они обычно не приводят к смене власти. Некоторые перестановки, изменения курса совершенно не обязательно в том направлении, в которое нам хотелось бы. Я не ожидаю каких-то существенных изменений. Хотя по всем признакам там началась некоторая борьба за власть. Духовный лидер, видимо, почувствовал слабость. Ну, переходной процесс, тем не менее, существует. Но не думаю, что он изменит концептуальную ситуацию в Иране. Как вы считаете, а можем ли мы, скажем, через какое-то время узнать какие-то новые подробности? Ведь в апреле 2010 года, когда случилась авиакатастрофа в небе над Смоленском и рухнул лайнер, на котором летел президент Кочинский, ведь тогда то, что произошло, называли тоже трагической случайностью, авиакатастрофой. Но потом уже, скажем, через несколько лет польское правительство, когда премьер-министром стал представитель ПИСа, то есть партия Кочинского, Ярослав Кочинский, как лидер партии вошел в правительство, это уже стали называть российским терактом. Хотя следствие делалось очень долго. Можем ли мы подобную версию спустя некоторое время узнать, что все-таки это кому-то было выгодно, что называется? Не думаю. При аварии или теракте против Кочинского известные вам два политика, Константин Боровой и Валерия Новодворская, сделали заявление о том, что это теракт, ну и в очередной раз получили, так сказать, прозвища конспирологов, хотя, ну, очень серьёзные подозрения были на то, что это действия спецслужб российских. Очень выгодно было это им тогда. Вот в данном случае, ну, никаких подозрений даже нет. И, главное, результат, понимаете, убийства президента, это звучит очень серьёзно, но духовный лидер Ирана, он остался жив, ничего не произошло, и источник, так сказать, последних событий – это идеолог Ирана и его духовный лидер. Вот, поэтому я не думаю, что здесь какая-то конспирология имеет смысл. Хотя в первый момент все захотели, журналисты, во всяком случае, захотели увидеть в этом события, связанные с действиями Израиля или каких-то других сил. Но Израиль очень чётко сделал заявление, что никакого отношения к этому не имеет. Это не настолько серьёзно, не настолько существенно для Израиля. Гибель одного из руководителей Ирана не самого влиятельного. Константин Танчо, вот, кстати, про Израиль. Какое-то время назад мы сами обсуждали трагедию в Крокус-центре, когда террористы, они, значит, расстреливали людей. И тогда, вы помните, российская пропаганда, ладно, пропаганда, российская власть, она пыталась пристегнуть к этому теракту Украину. Ну, понятно, из этого ничего не вышло, эта версия раскололась, но тут, как говорится, в российской власти она не гнушалась возможностью обвинить в этом Украину. Почему Иран? Пусть даже это авиакатастрофа, к которой Израиль вообще не причастен, это Израилю не нужно, и вообще это, в принципе, безумие определённое. Почему бы просто Ирану не воспользоваться ситуацией, тем более не каждый день падают самолёты с президентами, и не сказать, что это сделал Израиль? Ну, нужны какие-то доказательства, хотя бы формальные. В данном случае нету даже косвенных доказательств. Вот, поэтому, ну, пристёгивать к этому Израиль. А там сейчас довольно напряжённая, опасная ситуация. В её разрядке, что ли, заинтересован, в том числе, и Иран, потому что удары, которые он может испытать от Израиля, от союзников Израиля, очень опасны, и в условиях нестабильности власти, а мы это наблюдали, значит, как косвенные проявления недовольства народа этой властью, там, фейерверки после сообщения о гибели Рейси. Вот. Иран не заинтересован в усложнении ситуации. Вот. Сейчас Ирану хочется больше стабильности, я думаю. Мохаммад Зариф, бывший министр иностранных дел Ирана, при президенте Рухани, он сделал заявление, в котором заявил о том, что виной всему санкции против Ирана не доглядели, нет запчастей. Многие считают, что это не просто заявление Зарифа, это заявка на президентскую кампанию в Иране, которая вот-вот должна начаться, и через месяц будут с небольшим проведены выборы президента Ирана. И Зариф, как представитель реформаторского, скажем так, крыла, который был отсечён от власти после, ну, скажем, того, как сделка между Америкой и Ираном, она после 2016 года прекратила де-факто существовать. Сейчас он, как бы, теоретически может получить возможность снова вернуться в политику. Даже не привязываясь к Зарифу, потому что это частный вопрос иранской политики. Верите ли вы в то, что следом за радикалами могут прийти умеренные реформаторы? Маловероятно. А Иран пережил такой транзит, переход в религиозное, в управление религиозной властью. Возвращение назад возможно только в результате революции. Очень усиленно эта власть, скажем, силовыми ведомствами, вот эти стражи исламской революции. Я не думаю, что какие-то реформаторские силы могут повлиять на политику вот этой религиозной власти, духовного лидера. Маловероятно. Ордер на арест для Бенемина Нетаньяху, премьер-министра Израиля, предложил Вадель прокурор Международного уголовного суда. И тут же все возмутились. Возмутились, естественно, Соединенные Штаты Америки, которые, в принципе, не признают резидикцию Международного уголовного суда, а тем более ордер на арест Нетаньяху. А польский премьер Тональтуск заявил о том, что фактически это приравнивание жертвы с агрессором. Даже несмотря на всю сложность той операции, которую ведет Израиль на подобный ордер, это попытка приравнять жертву, то есть Израиль с агрессором, то есть с Хамасом. Согласны ли вы с такой точкой зрения? Ну, нет никаких сомнений, что так оно и есть. Там же ведь наступает определенное следствие для Международного уголовного суда, для Организации Объединенных Наций в целом. Следствия, которые могут привести к ликвидации этого и Международного уголовного суда, и существенного ослабления влияния Организации Объединенных Наций. Вот эти международные институты, которые сегодня подвергаются воздействию левых организаций, не без помощи, кстати говоря, тех же Соединенных Штатов, они, конечно, носят в себе признаки вырождения и требуют реформации. Я думаю, что после того, как традиционной силы вернутся к власти в Соединенных Штатах, эта реформация начнется очень быстро. И так же, как при прошлом сроке Дональда Трампа, прекратится финансирование правозащитных организаций, во главе которых находится там тот же Иран или любые другие авторитарные режимы. Константин Анатольевич, а не кажется ли вам, что мы потеряли какие-то ориентиры? Вот смотрите, получается, что в одной компании, ну, условно, оказывается Милошевич, Нетаньяху, Путин и и все, даже не Хамас, потому что это террористическая организация. Не кажется ли вам, что это дискредитация полная международного права, когда фактически, ну, ладно уже Милошевич, он давно умер, но Владимир Путин год назад ему выписали ордер на арест. Я, как сейчас помню, это было в марте, так? Из этого получился пшик. Уже об этом даже никто не помнит. И было понятно, что невозможно этот ордер осуществить. Да, Россия ядерная держава. Но теперь выписывать его против Нетаньяху, это значит, если это будет сделано, дискредитировать международный уголовный суд, не только потому, что он выписывает его, лидеру страны, жертвы агрессии Хамас, но и потому, что его, в принципе, никто исполнять не будет. А если невозможно исполнить решение, то кому нужна тогда такая института, как международный уголовный суд, которая не может, ну, собственно, реализовать свои решения? Ну, это дискредитация института, то, что происходит уже давно, организация объединенных наций, которая большинством голосует против демократических государств, против Соединенных Штатов, против Израиля. в ситуации, когда, ну, большинству человечеству, понятно, кто виноват вот в этой трагедии, которая случилась в Израиле, требуется реформация институтов, она назрела, и она произойдёт в самые ближайшие, в самые ближайшие годы. Эта ситуация назревала, но абсурдность, возникшая в последнее время, ну, она просто стимулирует решение этой проблемы. Константин Танч, переходим к следующей теме. Не можем эту тему пропустить. Это выступление Михаила Борисовича Ходорковского на форуме в Германии, в форуме, там, в либеральном форуме, который был организован в Германии. Значит, это, если не ошибаюсь, европейские либералы, я имею в виду, европейская либеральная партия организовала партию Европейского Союза. И на этой, скажем, конференции Михаил Борисович Ходорковский он стал трясти цифрами, доказывая то, что шеф, все пропало. Гипс снимают, клиент уезжает. То есть я имею в виду, что ситуация, ну, как бы очень сложная на фронтах борьбы Украины с российской агрессией, государством-агрессором России, диктатором Владимиром Путиным. Выложил, значит, цифры ВВП, значит, цифры живой силы и так далее. Последовали, значит, оценки разных людей. Илья Пономарёв, например, заявил о том, что Михаил Борисович, он тем самым демонстрирует, что он как бы потерял интерес к Украине как тарану России, так, то есть, потому что понятно, что по мысли, значит, Пономарёва, если бы Россия проиграла в этой войне, значит, соответственно, оборухнул режим Путина. Поскольку Ходорковский не видит этой перспективы, он как бы теряет интерес. Арестович, например, считает, что Ходорковский специально сгустил краски для того, чтобы повысить уровень алармизма в Европе. При том, что Арестович считает, что это поздно делать, потому что Европа и так активизировалась по сравнению с прошлым годом, просто делает это медленно. Вот. Ну и, соответственно, президент Владимир Александрович Зеленский сегодня, давая интервью New York Times, если я не ошибаюсь, или Washington Post, снова вернулся к теме закрытого неба над Украиной со стороны Запада, на что Борис Петреус, министр обороны Германии, вновь заявил, что этого не будет. Мы с вами обсуждали возможность вхождения иностранного контингента в Украину. Франция об этом говорила, в частности, Макрон, потом представители Эстонии. В итоге из этого ничего не получилось. Пока, по крайней мере, президент Украины сегодня заявил о том, что даже иностранных инструкторов на территории Украины нет, я имею в виду стран НАТО. Он хотел бы их видеть, но пока это, значит, на уровне разговоров. Что, на ваш взгляд, происходит, и чем были вызваны вот эти алармистские заявления Михаила Борисовича Ходорковского? Я не думал, что это алармистские заявления. Это очень довольно точно объективная информация. Она не нравится. Она не нравится Зеленскому, она не нравится вам. Но это объективно точная информация. Её надо учитывать и пытаться его корректировать. Но это корректировать объективную информацию, в этом нет никакого смысл. Это точная информация, её надо учитывать при принятии решения. И то, что Михаил Борисович обратил на это внимание, и то, что я обратил на это внимание давно, полгода назад, и то, что Папа Римский об этом говорит, и Илон Маск, и многие-многие другие. Ну, понимаете, возникла ситуация, когда необходимо для Украины, необходимо менять вот эту среду вокруг этой войны Украины, то есть Россия против Украины. Ну и не хватает объективности в оценке реальности ситуации. Зеленский продолжает, но уже не так активно, так сказать, делать ставку на демократическую администрацию, которая его обманула просто. Понимаете, и надежда на полноценную помощь Украины, ну, она просто исчезла. Вот. И это один из хороших призывов к возвращению в реальность. Не повторять то, о чём говорят многие, о предательстве. Объективная информация не может быть предметом предательства. Понимаете, она не может быть предметом ну, неверности, что ли. Это объективная информация, и несмотря на то, что она не нравится нам, мне не нравится. Уверен, что не нравится самому Михаилу Борисовичу Ходорковскому. Тем не менее, это объективная точная информация, которая характеризует события. Не владея, не оперируя точной информацией, мы из мира реальности переходим в мир иллюзий. Но вот считайте, что это выступление против иллюзий, которое продвигает не только руководство Украины, но и многие журналисты украинские. Президент Анатольевич, в завершении не могу вас спросить о Грузии. В Грузии вновь, значит, премьер-министр Кабахидзе вернулся к теме Украины. Вообще, я заметил, что в нынешней грузинской власти вот есть такая украинская пугалка, они постоянно пугают, значит, граждан Грузии и Украины. То есть основной посыл он такой. Вы что, хотите так, как в Украине? Ну вот это вот то, что постоянно он как побивальная, значит, бабка, он постоянно обращается, и вот вы хотите, чтобы было как в Украине? Посмотрите, что с ВВП, посмотрите с тем, с тем, с тем. А вот нам никакие подачки, то есть это я имею в виду, что Кабахидзе говорит, например, мистер Грузии, нам никакие подачки от штатов не нужны, хотите садиться за стол переговоров, садитесь с нами, безвизовый режим, пожалуйста, зона свободной торговли, пожалуйста, но вы нами помыкать не будете. Ну вот это примерно то, что сказал Кабахидзе. Что происходит в Грузии, как вы это оцениваете? Это борьба за суверенитет, либо борьба за авторитаризм? Это борьба авторитарной власти за сохранение авторитарной власти. Грузия находится на грани революции. Грузинская мечта, вот эта партия, которая отстранила от власти национальную грузинскую партию, Саакашвили, она пытается очень нецивилизованными способами удерживать власть. Отсюда законы, которые повторяют законы, принятые в России, отсюда аргументы, которые повторяют аргументы, которые произносил Путин, его руководство, власть. И эта группа должна быть отстранена от власти для того, чтобы у Грузии появился шанс демократического развития. Вот, и я очень надеюсь, что это так и произойдет. А те, кто препятствовали этому развитию, будут отстранены от власти? Вы знаете, мне недавно приходилось слышать, что одна из причин, почему Саакашвили в 2012 году проиграл выборы, было то, что он в 2008 году поддерживал очень активно Джона Маккейна на президентских выборах Соединенных Штатов Америки. Я просто не жил в Грузии, не был в Грузии, не тогда, а тем более сейчас. Но знающие люди говорят о том, что, скажем, Саакашвили лично, просто лично на каждом шагу топил за Маккейна. И везде в фотографии Маккейна висели в Тбилиси. Но вы бывали тогда в Тбилиси и общались с Саакашвили, вам виднее. Но не кажется ли вам, что, скажем, подобная позиция Саакашвили не осталась незамеченной со стороны победившего Маккейна Маккейна конкурента? Нет, я не думаю, что это существенный фактор. В Грузии начала действовать очень мощная пропагандистская кампания, проплачиваемая Россией и финансируемая Россией. И именно в результате этой кампании была отстранена от власти. Демократическим путем была отстранена от власти партия Михаила Саакашвили, роль поддержки Маккейна. В Михаиле Саакашвили были хорошие отношения и с демократической администрацией, и с Трампом, и с Маккейном. Это несущественный факт. Леонид Иванович, не могу вас не спросить все-таки по поводу дебатов, которые должны состояться между Трампом и Байденом. Причем оба кандидата ведут достаточно такую кампанию на грани фола. В частности, президент Трамп, то есть не президент Трамп, а кандидат в президенты Трамп, он выпускает определенные ролики, в которых подчеркивает те или иные свойства своего оппонента. Что вы ждете от дебатов бывшего президента СССР Америки Трампа и действующего Байденом? Для Байдена это очень существенные, важные дебаты, поскольку самим фактом участия в дебатах он подтверждает, до того, как конференция Демократической партии назначит его кандидатом, он подверждает свою кандидатство, ему это нужно. Для Трампа, понимаете, насколько я понимаю, демократическая партия уже смирилась с победой Трампа, с возможностью победы Трампа и делает все возможное для того, чтобы показать влияние на результаты выборов в Сенат и в Конгресс, в Нижнюю палату. Там каждый решает свои задачи. Джо Байден, ему необходимо оставаться в активной среде, потому что довольно сильные настроения в демократической партии, которые требуют замены Джо Байдена. Но это тупиковая ситуация, замена кандидата от партии на последних трех месяцах, это проигрыш. Оставить этого кандидата, это тоже проигрыш. Считается, что если Джо Байден останется, то это поможет сенаторам, которые баллотируются, так сказать, кандидатом в Сенат и конгрессменам, что тоже не очевидно. Рассматриваются варианты неких переходных процессов создания искусственного, создания нестабильности. Ну вот, больше года назад я начал об этом говорить, и мы с вами видели вот эти протесты в университетах антисемитские. Это очень активная акция по созданию нестабильности. К ней постепенно присоединяется Black Lives Matter, левая организация. Удастся ли демократической партии создать такую степень нестабильности, которая повлияет на избирателей, я не знаю, не думаю. А до выборов осталось полгода. Константинович, спасибо вам большое за этот исчерпывающий разговор, очень интересный, благодарен, друзья. Подписывайтесь на канал Константиновича и на мой канал. Оставайтесь с нами, до новых встреч. Спасибо огромное, Константинович. Спасибо.